В нынешний день параллельно транслируется во все информационное пространство Всемирные Дняни и Древних Знаний. И это делает нам особую честь, потому что это говорит о том, что та тема, которую мы попробуем обсудить с вами за этим столом, интересна и не только нам. Меня зовут Артем Криво. Я культуролог, искусствовед. И вот этот разговор о самом, быть может, одним, одном из самых известных, но при этом неисчерпаемом и достаточно парадоксальном псалме из общего собрания Таилим или Псалмире, это попытка воспроизвести новое прочтение, которое делает вместе филолог и художник. Мы будем говорить о визуальности текста этого псалма. Псалма, который стал девизом и эпиграфом, в частности, Всемирного Дня Еврейских Знаний, посвященного проблемам природы и экологии. Итак, в ваших наборах текстов есть разные, есть параллельный сопоставление по стихам текста псалма русского, еврита, оригинальный текст и русского перевода, и в качестве, вот на правах подстрочника, мы использовали вместе, готовя эту презентацию, я должен сказать о другом авторе, который сегодня представляет эти же темы в городе Москве, это Юлия Патракова, петербургский филолог, преподаватель еврита, знаток текстов и знаток еврейского искусства. Это наша совместная идея, которую мы уже представляли. Мы выбрали один из современных переводов, современный еврейский перевод, который делает этот текст очень понятным и доступным современному человеку. Когда мы говорим о Патраках, это действительно история многократных переводов, потому что это текст, который понятен, узнаваем во всей европейской культуре. Переводов существует множество, у всех есть свои достоинства, свои недостатки, но именно отражаясь многократно в разных переводах, эти тексты по-новому получают, и нам будет интересно, что выходит на первый план у разных переводчиков, которые пытаются сделать этот текст своим. Итак, 104-й псалом. Еще одна трудность перевода, что если, например, вы начнете искать этот псалом в христианских источниках, в христианской Библии точно этот же текст пронумерован 103-м. Это проблема из-за того, что один из псалмов в еврейском каноне разделен на два псалма, в христианской каноне собраны два псалма в один. То есть это опять-таки намек на то, что в истории эти тексты существовали, они не всегда стояли в таком порядке, не всегда у них была такая нумерация. Итак, есть некий текст, текст, который знают все, текст, который одинаково близок евреям и христианам, несмотря на то, что у одних он называется 103-м, у других 104-м. Текст, который сегодня мы один раз давайте попробуем прочитать его целиком, чтобы задаться вопросом, а для чего этот текст нужен, про что он вообще. Я читаю в современном русском переводе. Благослови душа моя Бога, О Бог всесильный мой, Ты возвеличился беспредельно, В величию и красу Ты облачился, Облегшись светом, словно плащом небеса, простер он, как шатер. Проложил в водах горние чертоги свои, делает облака колесницей своей, шествует на крыльях ветра, делает буря посланниками своими, служители его, огонь пылающий. Землю основал на устоях ее, чтобы не пошатнулась она во веки веков. Бездную, как облачением, покрыл в ее, на горах стояли воды. От окрика твоего убежали они, от голоса грома твоего быстро ушли, зашли горы, долины опустились к тому месту, которое ты основал для них. Пределы ты установил, чтобы не переступали, чтобы не возвращались они покрывать землю, посылаешь источники в долины и реки, между горами текут, поют всех полевых зверей. Дикие ослы утоляют жажду свою, над ними обитают птицы небесные, из среды ветвей голос подают, поешь горы из горних чертогов твоих. Плодами творений твоих насыщается земля, ты взращиваешь траву для скота, растения для работы человека, для того, чтобы хлеб произвести из земли и вино, что веселит сердце человека, и масло, от которого блестит лицо его, и хлеб, подкрепляющий сердце человека. Насыщаются деревья бога, кедры ливанские, которые насадил, на них птицы гнездятся, кипаристы, жилища аистов, высокий горный серном, скалы, убежище доманом. Сотворил он луну для определения времен, солнце знает свой заход, ты установил тьму, и бывает ночь, во время нее бродят все лесные звери, молодые львы рычат о добыче, просят у всесильного пищи себе, засияет солнце, они собираются, ложатся в свои логовище, человек выходит к занятию своему, на работу свою до вечера. Как многочисленное творение, твои бог, все створил ты с мудростью, полна земля произведений твои. Вот море великое, обширное, там присмыкающиеся, и нет им числа, животные, большим и малым. Там корабли ходят, и этот левиафан, которого ты сотворил, чтобы он резвился в нем. Все они от тебя ожидают, чтоб ты дал им пищу в свое время. Ты даешь им, они принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Скроешь лиг твой, смятение охватит их, отнимешь дух их, умирают, в прах возвращаются. Пошлешь ты дух свой, они возродятся, обновишь ты лицо земли. Да будет слава Бога вовеке, да радуется Бог о творении их своих. Сглянет на землю, она содрогается, коснется гора, они дымятся. Да будет приятна ему молитва моя, радоваться буду о Боге, исчезнут грешники земли, злодеев не будет более. Благослови душа моя Бога, славьте Бога. Вопрос. О чем этот текст, если мы хотим определить, для чего автор этого псалма создает этот текст, какова его главная идея, про что? Для того, чтобы восхвалить Всевышнего. Еще. Другие версии. Главная идея этого текста. Каждый видит по-своему. Объяснение всего сущего. Это некая модель того, как устроен мир вокруг нас. Еще одним ответом может быть, я думаю, такой же правильный, что это псалом о сотворении мира. Потому что здесь точно так же детально в диалоге со Всевышним обсуждается процесс сотворения мира. Ты сделал то, Всевышний поставил это, сначала было это, а это последовало за этим, и Бог не только все это создал, но поддерживает этот сложный, однажды запущенный механизм. Согласны, что этот текст, это определенная, мироведческая концепция. Но в чем ее оригинальность? Чем эта концепция, ну, принципиально иная, от того, с чего начинается Тора? С рассказа о сотворении мира в самой первой главе, самой первой главе. Что здесь и нового, принципиально нового, что важно для нас, как читателей этой церкви? Чьими глазами дается эта концепция? Человек. Человек здесь не просто зритель, а человек здесь одновременно часть творения, и человек – это созерцатель, смотрящий со стороны на то, что сделал Бог. И человек – это тот, кто в диалоге с Богом, ну, как будто сам себе объясняет, для чего это устроено так, почему это здорово, круто, разумно, да? Кому восхваляет автор Псалма величие Божие? Самому себе. Это определенный диалог, монолог человека, действительно, становящийся свидетелем огромной-огромной картины мира. Вот именно поэтому этот Псалом действительно захватывал умы читателей в самых разных странах и в самые разные времена. На этот Псалом существует множество комментариев, множество столкований, но мы попробуем смотреть такую внешнюю сторону, мы попробуем этот Псалом увидеть. Этот Псалом – потрясающий визуаль. Потому что, если мы посмотрим на текст, где иврит совмещен с русским, каждая строчка, каждый стих этого Псалма – это готовая картинка. Это предложение практически всегда это подлежащая сказуема, которая описывает некую картинку. Кто-то или что-то находится там-то, делает кто-то. Этот Псалом своей структурой и разбивкой на стихи, ну, простите меня за такое вольное сравнение из категории массовой культуры, это комикс. Это комикс, в котором каждая строчка абсолютно может быть нарисована визуально. Посмотрите, это видно в том месте, в том варианте текста, где иврит совмещен с русским. Видите? Согласны? Каждую строчку можно нарисовать. Были художники, которые так и делают. Это некий словесный комикс, в котором есть начало, конец, который автор его бросает взгляд на самые разные проявления живого мира. Интересно, что этот комикс совершенно по-разному играет в разных переводах. Я хочу познакомить с двумя удивительными русскими переводами. Один, я не люблю, наверное, самый известный перевод на русский язык, так называемый синодальный перевод 19 века. В данном его можно считать удачным или неудачным, но в данном случае он не добавит нам ничего нового, потому что этот классический перевод старался сохранить красоту языка. Он не стал переводом на современный тому периоду русский язык, он сохранял осознанно много древних оборотов и таких сознательных архаизмов, чтобы декоративными какими-то приметами сохранить приметы этого текста как старого и неизменного. Поэтому, если говорить о синодальном переводе, то, наверное, как раз в случае Псалтыри синодальный перевод наименее выразительный, потому что он больше всего искусственный. А вот перевод на церковно-славянский язык, один из старых переводов на славянский, которым пользуются в частности в России при христианском богослужении до сих пор открывает совершенно удивительные вещи. Вы можете найти его тоже в вашем пакете текстов. Я не буду читать его целиком. Мы попробуем озвучить некоторые фразы, чтобы услышать поэтику совершенно иного отличного от современного русского языка. И я попробую задать вам загадки по поводу тех слов, которые у нас выделены курсивом в этом тексте. Благослови душе моя Господа, Господи Божий мой, возвеличился еси зело. В восповедание и велипоту в облегсе еси одеяйся светом яко лизую, простирая небо яко кожу, покрывая водами превоспорения свои я, полагая облаки на восхождение свои, ходя и на крылу ветренью, творяя ангелы свои духи и слуги своя пламень основывая землю на твердье я, не преклониться век века. Бездная криза и деяния я на горах станут воды, от запрещения твоего побегнут, от глаз грома твоего убоятся. Это очень красивый текст, в котором каждый глагол наполняет фразу движением, двигателем, но мы посмотрим, найдем здесь некоторые курьезы. курьезы это слова выделенные жирным шрифтом. Я задам вопрос, что же это за животные перечисляются в славянском переводе этого известного псалма. Напаяют все двери сильные, ждут анагри в жажду свою. Насытится древо польское, кедри ливаньсти, их же есина садил там у птицы возгнедястся, еродиевы жилища предводительствуют имя. Горы высокие еленям, камень прибежище заяцам. В ночь придут все звери и дубравни, скимни рыкающие восхитите и взыскайте от Бога пищу себе. Кто же эти звери? Кто эти анагры, елени, скимны, и кто такие ероди? У вас есть подсказка, у вас есть текст, который мы только что прочитали, очень легко совместить. А? Анагры это дикие ослы, с этим животным понятно. У нас есть перевод, анагры это животные определенные. Елене тоже понятно, олени. кто такие скимны? Вот скимны уже сложнее, потому что скимны это то, что переведено скимны рыкающие, кто там ночью рычит. Только что прочитали текст львы. Потому что в эврите для обозначения львов существует множество слов. И отдельным словом, в частности в библейском тексте одним словом упоминается просто абстрактный лев, одним словом упоминается львенок, другим словом упоминается молодой лев. Вот здесь принципиально в тексте псалма, что ночью ходят и рыкают полные силы готовые к охоте молодые львы. В славянском тексте они переведены как спины. Что ж такие народы, вещи которым на деревьях аисты, как ни странно, в старом русском языке это животное, питающееся быть может болотными жителями, которое может съесть болотную змею или лягушку, называлось еродом, уродом буквально. Кто ж такие зайцы? Видите зайец камень, горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сравните с тем текстом, который есть. Сравните с совмещенным с ивритским текстом. Кто это? Кто в русском переводе зайц? Даман. Кто такой Даман? Даман и маленькие зверики, которые совсем недавно еще жили в Израиле в диких условиях, маленькие загадочные звери, которые действительно упоминаются в тексте псалма, а в другом контексте в Торе Даман упоминается только среди перечнений кошерных животных. Даман упоминает, что вот есть такой зверек, а есть его нельзя. Но так или иначе, Даман это реалия совершенно иной природы, совершенно иной страны, совершенно иных каменных растелин совершенно иной год. Объяснить славянскому переводчику где-нибудь в России или в Балканах, где, судя по всему, был сделан впервые этот славянский перевод «Кто такой Даман?» невозможно. Поэтому переводчик много веков назад переводит вот это непонятное евритское слово, обозначающую невиданную зверушку, тем, что ему понятно, неким аналогом милого славянского зайчика. С тех пор заяц попадает в славянский перевод этого текста, в котором остается посидеть. Поэтому понимаете, что этот псалом, если мы говорим про него как про комикс, еще и нарисовали бы по-разному в разных странах. Это история перевода библейских текстов, когда говорят очень много переводов, созданных в 20 веке, это переводы например, на языки народов, которые не имели письменной библии, было сделано христианскими миссионерами. И каждый раз, имея миссионерские задачи, переводчики стремились не только к точному, а к адекватному прочтению текста. Известно, что понятное ветхозаветным читателям, понятное жителям Азии, жителям Ближнего Востока, понятное европейским христианам понятие агнца, как образа жертвы и приношения Всевышнему, совершенно не было понятно народам Севера, у которых, которые не знают, как выглядит овца. И когда миссионерский перевод Библии делается, там писали не агнец, а белые линенок. Потому что эти народы не имеют слова для обозначения ягненка, оно отсутствует в языке. Таких примеров было очень много. Потому что этот текст должен быть не просто стенограммой, а он должен рождать определенное восприятие символическое, а мы говорим еще и про визуаль. Ну вот, если говорить о визуальном прочтении 104-го псалма, я хочу вместе с вами начать читать перевод наверное одного из самых известных наших земляков, соотечественников. Перевод 18-го века сделанный Михаилом Ломоносовым. Михаил Ломоносов ученый, литератор, поэт, человек эпохи возрождения для русской культуры, основатель научной школы, в том числе основатель переводов и стихотворных приложений библейских текстов. У Ломоносова нет полного перевода псалтия. Он не ставил себе такую задачу, а очень многие русские, российские поэты такую задачу ставили и в стихах переводили псалтий созвучно своему времени. У Ломоносова лишь несколько псалмов было переложено поэтически. Это совершенно иная форма. Мы начнем читать и у вас будет классно спрестать этот телефон. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой возвеличился и сизилу. Дохвалит дух мой и язык всесильного Творца Державу великолепие и славу. О Боже мой коль ты велик. Одень чудной красотой зарей божественного света до звезды распростер без щета шатру подобно пред тобой. Покрыв водами высоты на легких облаках восходишь, крылами ветра в шум наводишь, когда на них летаешь ты. И воли твои я-послы как устремления воздушны, всесильным манием послушны текут, горят незнаем и так далее. Попробуйте стилистически на какую форму это похоже, что выходит на первый план. Ода. Это абсолютная ода. Комикс есть? Нет. Комикс пропал. Для Ломоносова главным в этом псалме является обращение к Всевышнему, что несомненно в псалме заложено. Но он делает прямое поэтическое, очень пафосное возвышенное обращение в форме ода. При этом это не просто обращение поэта. Это псалом, который увлекает его сознание как ученого, как, естественно, испытателя. Это псалом, которым поэт, астроном, биолог сходится воедино. Посмотрите, здесь есть наши смешные зайцы, тигры, хоть где-нибудь это есть в тексте? Нет. Из этого псалма ушли эти подробности. Ослы остались, анагры остались, да, и напаяют всех зверей, что окрест сел себя питают и ждут ослы, как в жажде тают от рады от руки твоей. Что там осталось от наших доманов, они же зайцы? живят вертепы каменисты и тем проводят жаркий день. В псалме что-то вышло на первый план, но это эстетика барокко, эстетика 18 века, где отношение к природе, это время кумцкамер, это время каталогов, это время, когда ученые создают величественные красивые карты, прекрасные глобусы, карты звездной сферы, где этот прекрасный этап познания, где красота является мерилом истины, в том числе и люди. Это эстетика барочной эпохи Ломоноса. Когда если слова складываются в воду, размеренную, взвешенную словами, то это такая же гармония, как математическая форта. Вот это попытка сделать эстетически научную молитву. Это молитва художника и молитва ученого. В этом парадоксальность текста Ломоноса. Таких переводов очень много. Мы не успеем, я вам покажу разные переводы разных авторов, но уже с приложения Ломоноса мы видим, что по воле переводчика псалом меняет абсолютно свое звучание и меняет визуализацию. Из него может что-то исчезнуть, что мы заметили только когда, когда это исчезло. В самом тексте псалма заложен очень мощный механизм визуализации. Давайте посмотрим на вот этот современный, на тот текст, который вам удобнее, на еврей, русский или на самый современный перевод, с которого мы начали. Первый текст, с которого мы начали. В этом тексте есть интересная особенность. Попробуйте прочитать его, обратить внимание на то, как в псалме даже в переводе упоминается Бог. Попробуйте взять в руки карандаш, у кого он есть. Как меняется лицо? Благослови душа моя Бога. Кого? О Бог обращение. Ты возвеличился, ты облачился. Он облегшись светом протер как шатер. Служители Его бездну как облачением покрыл ты от окрика твоего к тому месту, которое ты основал, предел ты установил. Ты поешь горы, насыщаешь творения твоих, ты взращиваешь, деревья Бога насыщаются, которые Он насадил. Заметили закономерность? Все время ты или Он. И это перескакивает практически через стиль, через строфу. А заканчивается душа моя обращение в общении к Богу, благослови Бога. А последняя фраза славьте Бога. Все, кто слышит меня, славьте Бога. Автор этого псалма путается в обращениях, он не знает, с кем он разговаривает. Он в одной и той же фразе говорит ты он и это буквально через фразу. Что дает нам это как новый ключик понимания этого текста? Это очень интересная концепция, я считаю, она абсолютно визуальная художественная. Как будто прыгающий фокус зрителя и собеседника. То я обращаюсь к Богу, то я повествую о нем в третьем лице. Это как разница точек зрения. Это как визуальная концепция, которая эту абсолютно понятную и ожидаемую картинку делает объемной. когда у нас появляется объем, когда мы на предмет смотрим с разных сторон. Есть очень простой пример, абсолютно банальный, когда говорят о том, что два мудреца смотрят и решают, что это такое. И один мудрец говорит, это круг. И я прав, я уверен в своей точке зрения. Другой говорит, это прямоугольник, и моя точка зрения незыблема. Кто же из них прав? А прав ответит нам третий, который придет в третьей точке зрения и скажет, что эти два мудреца на самом деле разглядывают один и тот же стакан. Просто у одного точка зрения одна, другого другая. И только совместив точки зрения и найдя третью, а лучше сделав двигающуюся точку зрения, мы получаем объемную картину. Удивительным делом эта концепция рождает новое в изобразительном искусстве 20 веке. На самом деле все новое это хорошо забытое и заново открытое старое. вся концепция живописи, супрематической живописи, живописи кубизма это она основана на том, что человек, художник рисует свой объект не так, как он видит его с одной точки зрения, а так, как он знает с разных точек зрения. Именно поэтому упекаться и у других художников могут быть лица кажутся искаженными и ухо не на том месте. На самом деле это правильное ухо с одной точки зрения и все остальное с другой точки зрения. Художники в начале 20 века ищут новые формы выразительности, новый визуальный язык, для того, чтобы по максимуму показать альтернативные точки зрения даже на один изображаемый хорошо знакомый объект. Кто-то изображает предмет снаружи и внутри, кто-то вскрывает геометрию формы, не задаваясь подробностями, кто-то уходит в описание свойств цвета как главной характеристики предмета. Все эти черты были присущи изобразителям искусства древности в самых разных культурах. И когда мы смотрим на античные памятники, когда мы смотрим на византийскую икону, когда мы смотрим на искусство древнего Египта, это всегда попытка изобразить чуть больше, чем я вижу разными способами. Это все равно, как ребенок, который рисует комнату, нарисует все четыре стены, а не три стены, которые он видит на самом деле. И ребенок нарисует то, что было раньше, и то, что происходит сейчас. Он нарисует то, что внутри дома, и то, что за его который показывает по максимуму. Вот из всех псалмов четвертый псалом обладает наиболее ярко вот этим абсолютно визуальным механизмом, который не только делает из текста комикс, где каждую строчку можно нарисовать, но делает этот комикс трехмерным. Он делает его объемным 3D мультиком, потому что все время даже на Всевышнего смотрят с разной точки времени. А заканчивается это прекрасным обращением к зрителям. Смотрите все вместе с нами, как это здорово. Все восславьте Бога. Все станьте свидетелями, потому что мы все находимся в этом мире. Мы часть его, у нас есть шанс на то, что на взгляд с разных точек зрения он объеден. Принимаете эту концепцию, которая видна только в том, как меняются обращения первого и третьего лица. Первого, второго и третьего лица. Да? Да. Ну, из интересных переводов я у нас приготовлены еврейские переводы современных авторов и для меня очень интересно было бы как раз поговорить о переводе Арья Ротмана с очень большими культурными связями, связанными с Петербургом. И другой современный перевод, который вы тоже можете унести и используя себе перевод Басовского. Вот это мне кажется перевод когда переводчик не только сделал актуальным и современным звучание текста очень бережно отнесясь к нему, но когда начиная работать с переводом автор решил, что для него важнее всего. Здесь тоже очень интересная личность переводчика, потому что Басовский, ныне живущий в Израиле, уроженец Киева, это человек с большой педагогической практикой. Это преподаватели и учители детям, студентам. И это такой же технарий преподавателей, для которого как для Ломоносова устройство мира это отдельная красота концепции, а не только красота. Маленький кусочек прочитаем, чтобы не тратить время, у вас будет возможность этот текст изучить самостоятельно. Господи, боже мой, как дивно велик, сила и слава твоя в величии этом, светом небесным лучится Господень лик, словно плащом ты одеваешься светом, ты небеса над миром возвел, как шатер, ты делаешь облака своей колесницей, и над большими водами чертоги свои распростер, и огненный ветер слугой за тобой мчится, на твердых основах землю поставил ты, и во веки веков ей не поколебаться, бездную, как одеянием, укрыл ее с высоты, где воды стояли, готовые вниз сорваться, но ты обустроил землю цепями гор и долин, и мир от покрова вод освобождаться начал, по окрику твоему, ибо ты, властелин, воды стекли к местам, которые ты назначил, и там ты им повелел не выходить из границ, в долинах бьют трудники, ручьи бегут между горами, поят полевых птиц, гадов земных и птиц, и полнится вся земля твоих творений дарами, ты взращиваешь траву, чтобы скот был сыт, и всяческие растения для нашей людской работы, из них нам делать вино, что сердца веселит, и хлеб, что силу дает, и елей, для света субботы, ты создал кипаристы, где аисты гнезда вьют, высокие скалы, где серы находят пищу, ливанские кедры, где птицам тишь и уют, и даже норы в камнях мелким зверякам жилища, ты луну сотворил для указания времен, солнце знает, когда уйти, дня закрывает двери, ты протираешь тьму, ею мир поглощен, и во время нее бродят лесные звери. Ваши впечатления от поэтики и динамики текста? Очень динамичный и удивительно, что не потерялась структура оригинального псалма. Этот переводчик взял каждую картинку, помните, когда мы сказали, что можно каждый стих сделать в кротике и что делает? Про наших загадочных доманов, которые превращались в зайцы, услышали, он их честно называет просто мелкими зверяками. Не погрешая против истины, но не умножая непонятные слова. Прекрасный образец современного педагога. Я хочу расширить рамки работы с текстом, потому что если мы говорим о том, что вы сможете найти много переводов, в частности, в сети 104-го псалма, просто когда будете искать, помните, что надо искать 104-й и 103-й. это один тот же псалом, который еврейскому христианскому канону имеет разную номерку. Но мне хочется выйти за причины прямого перевода или переложения этого псалма, потому что есть много памятников литературных, которые нам с моим соавтором, с Юлией Потраковой, кажутся восходящими к этому же тексту. По крайней мере, они хранят ту же самую идею, они хранят искреннее удивление и восхищение человека величием творца и творения, которое видно не откуда-то, а отсюда, когда человек восторгается величием творения, будучи частью его. И одно из этих стихотворений, которые предложила Юлия Потракова, это стихотворение «Тигр». Стихотворение «Тигр» в переводе это Блейк, в переводе Самуила Маршака. Он нам приятный, у нас известный наш соотечественник и еврейский переводчик. Я его прочитаю, потом вы сможете его, его нету в этом комплекте текста. Наше субъективное родство этого текста 104-м форлом вы сейчас проверите. Я попробую, послушайте и попробую сказать, ли вы что-то в этих механизмах родственное или нет. Тигр, вот тигр светло горящий в глубине полночной чащи, кем задуман огневой с размерной образ твой. В небесах или в глубинах тлел огонь очей звериных, где таился он века, чья нашла его рука. Что за мастер полной силы свил твои тугие жилы и почувствовал меж рук сердца первый тяжкий стук? Что за горн пред ним пылал? Что за млад тебя ковал? Кто впервые сжал клещами гневный мост летавший пламя? А когда весь купол звездный оросился влагой слезной, улыбнулся ли наконец делу рук своих творец? Неужели та же сила, та же мощная ладонь и ягненка сотворила и тебя ночной огонь? Тигр, о, тигр светло горящий в глубине полночной чащи, чьей бессмертной рукой создан грозный образ твой? Ваше мнение? Что? Что передает? здесь нету ни одного упоминания Бога, здесь все местоимения с маленькой буквы, и здесь автор задается вопросом, кто сделал, кто вообще этот творец, кто впервые сжал клещами, на каком огне, на какой наковальне тебя сковали, какими щипцами тебя сделали? Здесь про Всевышнего в тексте в общем-то нет ни одной буквы, на которой мы отвечаем созвучно автору псалма. Вот это вариант, когда понятие личности творца вынесено за текст, а в нем остается вопрос, который пускает нас по тому же пути. Потому что, да, это еврейский подход, когда правильно сформулированные вопросы бывают ценнее, чем ответы. действительно восторг Блейка перед зачарованной красотой, грацией, силой одного животного, он превращает свой текст в такую же оду творцу, задаваясь вопросами. Это сотворение не про Бога, это сотворение про тигра. Но Блейк воспринимает тигра как часть творения, как сложный механизм, как творение невидимого кузнеца. Когда мы начинаем воспринимать то, что рядом с нами, когда мы воспринимаем животных не как сказочных персонажей, а как нечто движущееся, имеющее отличное от нас качество, как совершенные механизмы, мы неминуемо подходим к осознанию присутствия творца. Это еще одна доля визуальности, которая скрывается в тексте. Согласны со мной? С нами с нашим лучшим. Ну давайте еще один текст, который, казалось бы, тоже от псалма оригинального, крайне далекого. На боку Владимир, на боку. сердцу моему, что быть счастливым. Так немного люблю зверей, деревья, бога, и в полдень луч, и в полночь тьму. И на краю небытия скажу, где были огорчения, я пел, а если плакал я, так лишь звездами восхищения. Вообще о другом состоянии. Все очень просто. Личное и отличный манифест художества. Не так уж много надо для счастья, где три вот этих вот точки зрения, три любови абсолютно равноправно. Люблю зверей, деревья, бога. А кто-то скажет, кто-то захочет, он кошку любит так же, как бог. Почему через запятую бог не на первом месте? Нет, это любовь к творению и к творцу. Опять же, с такой же точки зрения, когда она возможна честной и равноправной и объемной. Только тогда, когда человек воспринимает себя частью творения, как часть природы, часть мира, но есть большее, когда человек воспринимает себя как сотворец. Это долг и это просто парень сопоставить себя с творцом. Любое творчество дает новые возможности, новую широту, новое восприятие. Текст быть может совершенно парадоксален, это мой любимый текст. Это текст довольно древний, текст 13 века, это Джаладин Руми, наверное, самый известный суфийский поэт иранноязычного, писавший на фарси. Руми имя нарицательное, Руми, к которому все столпы еврейской персидской поэзии апеллировали, обращались к его образом, вели с ним поэтический диалог. Это не просто поэт, это минист и фил фил и прочего поэму Атам. Благословенное дыхание в просторах звезд на земле во мне, в тебе прими признание и луч родившийся во мне. Взойди учень великой, танцует каждый атом твой благодаря ему, столетия вращаются его игрой. Танцуют души карнавал, вселенский сталь суть экстаза, а я шепну на ушко в малом закрыта бездна тысяч глав. Куда влечет их танец вечной пустыни или среди льдов, любой из атомов конечных провидит путь своих веков. Безумцем каждый малый атом, счастливый или несчастный он мирозданья, о нем не скажешь ничего. Я не не атом, вся сила миров сам творится. Это, несомненно, геозный текст, создан русской и философской традиции. Но как этот текст род 104 о котором мы говорим? Посмотрите даже из маленького во-первых есть вот что Руми как будто мечется вверх вниз и меняет точки зрения, потому что он пишет о море, о волнах, о кораблях, о коралловых рифах. Он погружается на дно моря, поднимается вершины гор, точно так же, как и автор Псалма. Это восхищение мирозданием, где автор, в первую очередь, путешественник, он смотрит на разные его проявления. Второе, это вот эта игра с объемом Всевышнего, потому что точно так же у Руми это обращение, временами это обращение к Всевышнему, а временами это разговор одной части творения с другой, когда просвещенный человек, философ, суфи и поэт, затевает свой диалог с тем, из чего состоит он сам. это диалог Руми с атомами, из которых состоит он. Это становится понятно к концу текста, когда он затрагивает тему смерти и конечности. Как я попал, кто я, все сущее и ты незнание, и даже небыль отдана в твое божье обладание един во всем, кто я, кто ты, как я попал в темницу тела, из ниоткуда, с высоты, чья мысль отдельности хотела, о, как я счастлив был в тебе. И творец отвечает Руми, ступай, велел мне испытай все то, что хочешь испытать, и помни, я с тобой, знай, неразделимый мир и мать, познай планету, зов морей, и обрети исток желания, зачем мне знание без твоей, творец мой, истины в сознании? Так отвечал ему, смутясь и постигая беспредельность, в него, как в зеркало глядясь, душа, вот истинная церковь, держит разговор с частями самого себя, с молекулами и атомами, из которых состоит он сам. Руми видит в них совершенный мир, множество, множественно раз отраженный макрокосмами величия мира, созданного творцом. Через познание малого он выходит на диалог со Всевышним, затворивший мир, и находит язык, находит нить, которая роднит большой и маленькой, душа, обладание душой. При этом Руми, точно так же, как автор Салма, точно так же, как Ломоносов, точно так же, как Блейк, дает абсолютно актуальную своей эпохе концепцию величия мироздания. Через понятие атомов, через понятие небесной сферы, через понятие звезд. Руми это еще и транслирует как художник с художественным видением. Вот этот таинственный пляж эмиграньями и их гораздо больше. Это замечательный повод каждому из нас читать библейские тексты как нечто актуальное для нас сегодня. Это возможность в любом библейском тексте увидеть красоту поэзии, увидеть динамику и очень многие библейские тексты можно спеть или положить на рэп. Библейские тексты потрясающе визуально. Библейские тексты можно нарисовать. Иногда это та живопись, которая делается с закрытыми глазами. Как сказал бы Руми, это те картины, которые мы рисуем на внутренней стороне своих век едва закрыты в глазах. Дорогие друзья, я думаю, что вот этот разговор не был для вас слишком скучным и надеюсь, что Дуэти Боровски-Патракова у меня была роль художника. Мы пытались читать этот текст. Я пытался читать этот текст глазами художника. Спасибо вам большое. Возьмите максимальный набор текстов, которые есть у вас и если вам будет интересно, я покажу те тексты, которые есть еще добавочные. быть может быть вы об этом заинтересованным слушателем повсюду в мире. Спасибо. Спасибо. Спасибо.